МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мне очень понравилась фраза, которую сейчас Наталья сказала. Это словами Калюха. И вы знаете, мне очень хочется, чтобы вы осознали одну очень важную вещь. Поднимите, пожалуйста, руку тех, у кого пока нет офиса. Я вам хочу так сказать. Не радуйтесь. Это временно. Понимаете? Если у вас нет офиса, я, знаете, здесь 14 лет в бизнесе, я не считаю, чтобы я офис свой. Да никогда. Зачем мне это наступить? СПО. Можно упасти, как бы, какие заказы. Вы знаете, жизнь так поставила все, что я за сутки поняла, что у меня теперь и офис, и СПО. Понимаете? Вот. Поэтому, если у вас нет офиса, он у вас может появиться в какой-то момент. Ребята, возьмите руку, у кого есть офисы. Вы знаете, будьте готовы к изменениям. И, может быть, будет сутки, и завтра вы его примете с решением закрыть. И у вас его, может быть, не будет. Будьте готовы к изменениям. Будьте готовы к тому, чтобы принимать решения. У нас сейчас было три образца. Есть офис, который с выдачей заказов. Есть офис, который без выдачи заказов. И везде работает команда. Везде построена система таким образом, да, что лидер освобожден. Что он успевает выполнять свои обязанности по плану успеха. По тому, за что мы получаем в основные вознаграждения, бонусные. И сегодня мы с вами увидели, посмотрели, сколько разных историй предпринимателей. У нас был линейный предприниматель, у которого свой собственный бизнес. И он использует дополнительно франшизу, бренд для того, чтобы в свой бизнес привлечь людей. У нас были с вами предприниматель, был, Настена, который не использует никакую франшизу, но ее богатый предпринимательский опыт в виде родителей и учителей позволил ей открыть просто линейный бизнес. Ребята, как вы думаете, менеджер СПО – это однозначно не сетевик. Это точное совмещение линейного бизнеса, да, как бы введение офиса, выдача заказов и еще и сетевого бизнеса. То есть тоже люди два бизнеса ведут. И сейчас я хочу пригласить человека, который только франшизой занимается. То есть у нас был линейщик плюс франшизы, линейщик без франшизы, и сейчас будет только франшиза. Я думаю, что нам этот опыт будет двойнее интересен, потому что абсолютно точно половина зала ее, как бы, услугами, ну, если не захочет воспользоваться, то жизнь доставит воспользоваться, да. Она, да, она нас всех точно ждет. Ее опыт мы посмотрели, как бы, презентацию нам безумно понравилось, потому что мы их идеи абсолютно точно будем воспользоваться в своей работе. И когда я набрала название Fit Curves, да, то мне выпала статья в порпусе. И я решила ее прочитать. И, вы знаете, мне прям даже интересно, очень такая статья про эту франшизу, про вот этот фитнес-клуб. Я для себя выписала некоторые моменты, не знаю, может быть, я там у спикера таку, что, ну, она поправит меня, как бы, или дополнит то, что я сказала, что с 2006 года, да, эта франшиза, эта сеть фитнес-клубов на сегодняшний момент насчитывает более 10 тысяч залов в 88 странах. То есть, скажем так, это очень глобальный бренд, который может сэриклэйм прямо вот так вот даже постоять. На сегодняшний момент оборот компании 52 миллиона долларов. То есть, это вот прилично, они входят в десятку крупных фитнес-клубов, да? Ну и, соответственно, как бы, мы сегодня с вами говорили про повышальный сло, с взнос как бы, про роинти и так далее. Так вот там повышальный сло, знаете, какой-то? 150 тысяч долларов. Да, так и у меня вопрос. Так, и плюс 5 процентов от оборота вы платите роинти. Так вот, вы фразы все успели? Я, наверное, уже нельзя праздновать, которая там была. Верни мою фразу, которую я там выписала из Форбса, да? Так вот, это фразы, которые написали руководители, да? Люди, которые организовали вот эту франшизу, придумали ее там, запустили и успели все прочитать, нет? Да, да, да. Записать успели. А, записать успели. Ну, смысл там такой, что если вы купили эту франшизу, заплатили 150 тысяч долларов, то мы вам не гарантируем, что у вас все получится, да? И если сами вы не выкладываетесь на 100%, не придумаете, не работаете над тем, как привлечь новых клиентов, не обеспечиваете супер-мега-сервис, чувствуете, о чем я сейчас? Ничего они не напоминают, да? То мы вам, естественно, не гарантируем, что у вас дела войдут, как вы надо. То есть люди инвестируют огромные деньги, они за их спиной стоят огромные компании, да, с огромным оборотом и с мировым брендом. Но все равно никто не гарантирует, работать надо, есть такая страшная сказка. И сейчас, пожалуйста, внимание на экран. У нас ролик маленький, и потом я представлю нашего спикера. Записываем сразу. Мировой видеоруженском видеоролике. Прончайзинг, фотография. Здоровые и счастливые женщины во всем мире. Сегодня именно так говорят компании Кёрпс. Добро пожаловать в мир Кёрпс. Добро пожаловать в мир Кёрпс. Кёрпс пришёл и в Украину. Имея 29-летний опыт и принимательства, я понимаю цель проекта Кёрпс, который в разных странах мира, в течение 20 лет, был так работал успешным бизнес-моделем. Это идеальный бизнес-проект, несущий здоровый, и процедуральный цель на наших странах. И мы заметим, самая устребованная сила в жизни каждой женщины, это здоровье. Самая большая потребность, это быть принятой визуализма статуса и положения площади. Один из самых больших мечтаний, это быть счастливой и сделать счастливой для других. И уникальное сообщество, это делать в том, чтобы соединить всех это вместе. И предоставить возможности для реализации самых важных вещей в жизни каждой женщины. Первые клубы Украины открываются в столице, страны Киеве. Несмотря на кризис экономики, каждый клуб имеет молниеносный усерд и стабильное развитие. «Кризис» — это слово, которое мы часто слушали, но это слово, которое никогда не было, и не сожалея было. Та усерд, которая была в клубе, она исключала наличие кризиса. По версии американского журнала «Формс», Финтокс — единственный бизнес на постсоветском пространстве, который не понес убытков во время кризиса 2008-го. В первый год в Украине было открыто 30 клубов в 15-ти годах. За 4 года это число не было словно 200 клубов в Украине и России. Наш теперь вызвал развитие в том, что, имея эффективную модель бизнеса, мы создали команду в квартирах именно мышцами, которых объединяет любовь к людям, любовь к своей стране и страстное желание изменить качество жизни на тех людей, сделать их здоровыми и счастливыми. Эффективный маркетинг, высокий уровень сервиса и атмосфера поддержки средств пармёров. Это седра успеха перед пармёром. Пармёры поняли силы единства. Мы создаём новый уровень предпринимателей основанных на доверие частям партнёров и судебных. И у этого предпринимательства есть сердце, вдохновение и ответственность друг за друга клиентов и наших стран. Женщины Украины сразу приняли модель бизнеса. Наразилось всё. От тренировок до особенной атмосферы поддержки и заботы. Клубные вечеринки, праздники, благотворительная деятельность. Каждый клуб предпошёл их жизнь наполненную здоровьем, мотивацией и позитивными эмоциями. Наши женщины это те люди, которые мы творим, работаем и развиваемся. Они наша радость, наше вдохновение и нашу позусть. Наши клиенты это те женщины, которые хотят быть здоровыми, энергичными и в жизни радостной. Мы помогаем им стать чудом для этого мира. Пригодом оттаз я пришла к Кёрст как обычная клиентка. У меня были проблемы с лишним весом и со здоровьем безумно-лическим инфекциям. День наносить я достигла стабильного результата и восстановила своё здоровье. А ещё я нашла связь. Я стала зрением владельцей клуба, а также вещественной директором компании Кирк Кёрст. Ещё год назад мой вес составлял 96 килограмм. Но когда я эффективных тренировок и пропали питание Кирк Кёрст я похудела на 19 килограмм. Я стала свитеристом Кирк Кёрст и вели это только начало. Кирк Кёрст спела удивить себя. После работы я переживала глубокую депрессию из-за одиночества и лишнего веса. Придя к Кирк Кёрст я не только похудела на 27 килограмм, но избавилась от депрессии, поверила себя и раскрыла этот необыкновенный дар у женщины. Кирк Кёрст вместе пусть они чтобы сделать работу Кирк Кёрст еще эффективнее компания разработала специальную беспрерывную систему обучения для партнеров, специалистов и клиентов. Мы проводим более 40 временных годов. У нас преподают ведущие специалисты в сфере в адвесе, психологии, питания и физиологии. Благодаря своей социальной активности компания Кирк Кёрст вышла за рамки фирмы и сегодня это сообщество. Сообщество «Пирк Кёрст» насчитывает сегодня более 140 человек. Сообщество «Пирк Кёрст» это люди с общими целями, общими целями для которых самое главное быть ответом на конкретную программу общества. У нас в сообществе может состояться каждым. Мы всегда ревны. Мы научим, поддержим и поможем. для усиления соединений в обществе сообщество «Пирк Кёрст» в Украине и России развивает несколько медиапраек, корпоративных журналов и телевизионные программы. «Пирк Кёрст» социально-направленная компания «Пирк Кёрст» в Украине «Пирк Кёрст» и «Пирк Кёрст» уже вышли на национальный уровень и активно освещаются в национальных витрах. Мы мечтали, что каждый специалист и партнёр «Пирк Кёрст» станет успешным предпринимателем и влиятельным людям. Мы мечтали открыть более тысячи кубов в Украине, России и Беларуси. Это более тысячи партнёров сообщества «Пирк Кёрст» и более 10 тысяч специалистов в профессионал в сфере здоровья и фитнеса. И мы верим, что нашим настоящим успехом будут те многие женщины, в жизни которых мы коснулись в подарении любовь и надежды. За следующие 10 лет мы мечтаем увидеть миллион счастливых женщин в Украине, России и Беларуси. А для всех своих и национальных и стратегических побед главным свои достижения «Пирк Кёрст» считает и свинью в них шутки. Партнёры, которые начали бизнес с нуля, специалисты, которые получили поддержку и развитие, их женщин, которые восстановили свое здоровье и эволюция. И таких тысячи. «Пирк Кёрст» это сообщество счастливых людей, которые делают мир в прекрасе. «Пирк Кёрст» у меня смысл в моей жизни в сними нам хочется видеть людей, принимать в каждую. «Пирк Кёрст» невозможная вопроса. «Пирк Кёрст» извинил нашу жизнь и отрицательный «Пирк Кёрст». Для меня «Пирк Кёрст» это компания, которая возвращает больше данных и принимать. И именно здесь я стала предпринимать. «Пирк Кёрст» будет часть моего зона. «Пирк Кёрст» это место, где я раскрыла свои дарызовы и помогает им делать другим. «Пирк Кёрст» это уникальная площадка для личного столородства. И здесь случится эффективно все же предприниматели. «Пирк Кёрст» «Пирк Кёрст» «Пирк Кёрст» Вы знаете, действительно интересно послушать. Ждем, встречаем пожалуйста региональный директор, владелец трех 500 клубов Ирина Евшина! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, прекрасно быть в «Энфе» сегодня. Не фигнешь. Знаете, я вот сегодня общалась уже с некоторыми людьми из вашей компании. Я увидела, что мы действительно похожи многим, да? Что у вас тоже здесь есть очень успешные предприниматели и собралось очень много ответственных лидеров, которые готовы постоянно обучаться и посвящать свою жизнь. И это очень круто. А презентацию можно сдать? Ага. Так. И, знаете, я... Ну, вы, наверное, все увидели ролик. И то, что говорила Наталья по журналу «Горбс», это такая американская история, но у нас уже есть война российская. И в Москве на сегодняшний день у нас открыт 21 клуб. Это небольшие территории, знаете, территории такого, территории влияния. И каждый предприниматель, который входит в нашу сеть, он понимает, что прием ответственность не только за 300 квадратных метров, но, в принципе, и за район, в котором стоит этот клуб. То есть, потому что сегодня наш проект мы больше называем «Здоровая женщина, здоровая нация», и смотрим на него, знаете, такими глазами, что каждая женщина, она на самом деле влияет на свою семью. И изменяя ее привычки к здоровому образу жизни, правильному питанию, приходя домой, она все это передает своей семье, своим детям, своему мужу. Ну, и мы считаем, что мы влияем не только на женщин, но и на детей, и на мужчин. И, в принципе, ваш бизнес, он подразумевает то же самое. Ну, я сегодня разговаривала с Юлей. И, ну, как бы, такой ответ, я просто раньше думала, что это «Олифлэр» больше для женщин. Знаете, сейчас я поняла, что «Олифлэр» – это для всех. Вот. И хотела бы, знаете, начать, наверное, с того, что наш бизнес, он все-таки бизнес со смыслом. С таким в него вложен смысл. И у нас есть своя миссия, так же, как у вас она есть, да? И начался этот бизнес, скорее всего, в штате Техас. И это такая особо тропательная история, когда мальчик в 14 лет лишился матери, и она умерла от высокого давления. И у него, знаете, в сердце зародилась такая мечта, что он сделает что-то такое, что будет влиять на здоровье женщин. И в возрасте 24 лет он создал франшизу «Петверс». И она стала очень успешной и популярной. Эта франшиза адаптирована, действительно, для здоровья женщин. И что такое «Петверс»? Это 30-минутная тренировка, программа управления весом, танцевальные тренировки. Ну и, что самое главное, это сообщество счастливых женщин. И каждая женщина, которая приходит к нам, чувствует себя частью сообщества. 78 болезней связаны с лишним весом и недостаточной активностью. Более 50% жителей страны имеют источный вес. Более 30-ти взрослых не проявляют достаточной активности в течение рабочей недели. И вот мероприли люди, мероприли герой успеха. Это как раз говорит Дайан Хейден, которая эту франшизу и привели на наш рынок. Также история Кёрса писана в книге «Стратегии голубого океана». Там очень много историй о франшизах и о бизнесе, который как-то выходит за рамки сегодня. Слагаемые успехи – это миссия, видение, ценность и партнерство, посвященность, развитие и позиции ответственности. В принципе, все то же самое, что есть и у вас. Франшиза. Франшиза – комплекс-флак, состоящий из прав пользования брендов и бизнес-моделей франчайзера, а также иных плат необходимых для создания и ведения бизнеса. И вот здесь вот моя история, с чего я начинала. И хотела бы просто вам рассказать, потому что я думаю, что в зале есть тоже люди, которые, наверное, начинали со своей мечты какого-то видения, которое у них было. Потому что в моей истории нет такого, что у меня было там несколько тысяч долларов, и я просто захотела сделать мир удивительный и прекрасный. Я была, отдыхала летом в Крыму, на одном из, ну, в таком балаточном, скажем, городке, под названием «Белые ночи», где как раз собрались люди, которые вдохновляли людей на бизнес-проект. Ну, люди, которые являются мастерами франчайзики в Кёрсе, это Глеб и Светлана Смивакова. И на берегу моря в то время было где-то около 4 тысяч человек жило в палаточном городке, в принципе, две тысячи из которых участвовали в создании своих бизнес-проектов. Они были разными, мы учились это делать. И также в это время презентовались бизнес-проекты, которые уже есть. И я услышала, знаете, о модели фикюрс, это было вот так, в палатке вынесли там что-то, картинку рассказали, как это, и знаете, мне очень захотелось. И слава Богу, что я тогда не спросила, сколько это стоит, потому что, наверное, тогда бы, ну, как-то моя вера, она бы настолько не замахнулась. И получилось так, что потом я поехала в школу управления в Киеве, где преподавали эти люди, и подошла и сказала, что я хотела бы открыть клуб, и я не знаю, сколько это стоит, но вот что можно сделать для того, чтобы открыть. Но мне, знаете, сказали так, ну, приезжай, переезжай в Киев, сама из Красноярска, переезжай в Киев, можешь поработать полгода, а там мы посмотрим. И знаете, мне сказали такую вещь, что у всех есть мечты, видения, ну, какое-то, да, но главное во всем этом, насколько тебя в этом хватит. И реально это я поняла уже, когда я начала это, насколько меня хватит, знаете, и меня эти слова очень часто возвращали в действительность и думали, но сколько же мне еще хватит, да. А после полугода работы я открыла клуб не через год, а только через полтора первый, но уже после полугода я стала мэтером компании, это специалист, который ездит и помогает в открытии новых клубов, в других команд, потом я стала аудитором компании, а потом уже владельцем клуба. То есть и первый клуб я открыла в партнерстве, второй клуб я открыла в партнерстве уже с другим человеком, ну, и три, ну, вообще я считаю, что партнерство это круто на самом деле. И сейчас я как бы клубы открываю, но я открываю уже только в партнерстве, потому что, ну, это круто, когда с тобой есть рядом кто-то, да, когда в момент, ну, мы все проводим в кризисе, я не поверю, что я слышала от вас, что вы всегда готовы к изменениям, вы готовы уходить за свои новые территории. И знаете, вот я проходила всякие моменты, ну, да, у нас крутая, если смотреть в чем, что у нас быстрая окупаемость есть, да, но я не скажу вам, что все у нас клубы, вообще просто все, вот они успешны, нет. Есть пять процентов клубов, которые закрыты по стране. И, ну, чему, знаете, как бы, вот у нас всегда говорят, что фиткюрс это мотель, где он может прийти и состояться, ну, домохозяйка и тот, кто никогда не управлял. Но первое время, это то время, когда закладывается фундамент, когда ты реально, что самое ценное. И даже не деньги, которые ты там зарабатываешь, или ты там кто-то не заработал, да, а просто там вернул инвестиции. Но это, знаете что, это то, когда ты никогда не управлял, не был управлянцем, не был лидером, и когда ты встал в эту позицию, через полтора года ты и не встал. И реально тебе помогла в этом компания. Ну, потому что мы же все, как, знаете, так, приходим и думаем. Вот сейчас я начну управлять всеми. И здесь начинается как раз история. Я понимаю, что вы, вот сегодня же здесь все лидеры, да, сидят? Все предприниматели. Все предприниматели. Да. Ну, и то есть уже занимаешь какие-то, да, позиции, то есть. И, понимаете, ну, я знаю, что у вас уже есть какие-то люди, с которыми вы работаете. И это самый, ну, это, наверное, самый важный момент и ответственный. Потому что, когда я проходила в стадию «Я и моя молодая команда», мне вообще было непросто на самом деле. Особенно, когда, знаете, я вижу вас там и мужчины в бизнесе есть, а у нас, ну, как бы это представляет собой, то есть, женщины и команда, то есть, фитнес для женщин, мужчин у нас не работает. И, в общем, вот семь человек. Я и моя молодая команда. И я вам честно скажу, женщины, это такая категория людей, с которыми не очень классно, я не буду работать. То есть, мы проходили тоже разные стадии. Я иногда приходила и говорила своему партнеру, партнеру, слушаю, ну, почему надо говорить десять раз? Все, по десять раз. Это же надо им, не мне. Ну, то есть, понимаете? И, то есть, только сейчас я понимаю, что на самом деле наша главная задача, это, когда с вами рядом появляются люди, которых мы учим, наставляем, что наша самая главная задача – это фабора в жизни людей. Правда же? И те, кто стоят рядом с вами, тогда становятся реальными помощниками, двигателями и так далее. И, ну, также есть истории, я не буду вам рассказывать, да, долго заставить на этом. То есть, каждый у нас начинал с чего-то. И до свидания Александра и Игорь Болков – это мастера франчайзи в Беларуси. То есть, у нас такая возможность есть еще куда-то приезжать сам. Выходишь уже и пианальные директора, и можешь открывать здесь прямо, чтобы покупать франчайзи. И, ну, знаете, я как бы хотела, наверное, сегодня с вами все-таки поговорить о том, что, ну, очень важно, я слышала до этого, когда спикер выходил и у вас говорила, что очень важно, я закончила свою речь этим, что очень важно быть готовым к изменениям. Там, куда мы приходим, чтобы вот это вот наше вдохновение, то, что мы идем впереди, за нами идут люди. И на самом деле я, ну, очень открытая, мне нравится ваша компания, и сейчас я со многими вот уже из вас познакомилась. И очень круто, что мы в России создаем вот такие сообщества, знаете, вот такие вещи, которых когда-то у нас, ну, в стране вообще, скажем, не было, да? Что сегодня у нас открыт рынок, что сегодня многие из тех, кто когда-то не мог, сегодня могут стать предпринимателями. И не важно, что это вообще, франшиза, линейная, ну, как-то мы говорим, она там линейная, я этого не знаю, что. Но я знаю, что все виды деятельности, все, что есть сегодня и что представлено нам, это на самом деле круто. Что у каждого из нас есть возможность расти и только самим поднимать рядом тех, кто тоже растет. И поэтому, ну, конечно, я вам желаю достигнуть высот, открыть или не открыть свои офисы, как говорили. Да, я не знаю, что для вас важно просто, чтобы вам пожелать в этом пути. Ну, и, конечно, спасибо, что вы приглашаете людей, что у вас нет, ну, каких-то моментов, что вы открыты к сотрудничеству со всеми компаниями. И я думаю, что когда-то, возможно, и мы с вами будем сотрудничать, потому что у нас очень, скажем, большая база, база есть женщин, которые к нам ходят. И наша цель не только, чтобы они стали, знаете, вот здоровыми, да, но наша цель также, чтобы они стали еще и красивыми. Потому что мы говорим, что мы раскрываем вот в ней эту особенную гармоничную личность. И мы проводим какие-то курсы, и у нас тоже есть женщины, допустим, в соревнованиях клубах, и мы их приглашаем и говорим, приходите, проводите мастер-классы. То есть, ну, мы готовы к этому, потому что у нас цель-то одна, понимаете? То есть, мы не за рынок поюем, а мы и делаем жизнь людей, которые рядом с нами прекрасны. А когда женщина, она, как бы, довольно собой, она красива, правда же, она и любит всех вокруг. Поэтому, всего вам хорошего. Нет, покажите презентацию, вот там все праздники ваши. А, социальные активности, да? Хорошо, добраться. Давайте я сейчас пересчетлю. Смотрите, и мы также работаем в социальных направлениях, то есть, у нас есть разного вида социальная активность. И мы вышли уже за рамки просто бизнеса. И мы работаем в пяти направлениях. Это благотворительность, окружающая среда, здоровье, женщина и семья. Сейчас я вам просто озвучу какие. Смотрите, проект, который у нас стартанул, это с Украины он начался. Побеждая рагу людей. И мы вышли уже, я как раз в Украине жила, мы вышли уже на уровень города. Ну, когда мы собирали просто какие-то собрания женщин, приходили врачи-мамологи с палатками, выставляли. То есть, все женщины города, просто тысячи человек приходили, проходили бесплатное обследование. В клубах мы разрабатывали совместные проекты. То есть, клиники принимали там, допустим, 50% скидки наших женщин, чтобы вот они обследовались, проходили, ну, то есть, и понимали, что они сегодня здоровы. Дальше. Это «Подари любовь». Это, то есть, проект «Забери ребенка к Рождеству». И я знаю, что у вас уже есть социальные проекты, что вы работаете с детьми, которые без родителей. То есть, и это, на самом деле, очень классно, когда мы отвечаем на вопросы общества. То есть, когда не мы говорим «Государство, помогите нам», но когда мы встаем и говорим, мы также ответим на люди. Дальше. Дальше. Это проект у нас «Поверить снова». Это мы ездили в женские колонии с проектом «Поверить снова», с танцевальными проектами. Мы проводили тренинги «Искусство быть счастливой», которые у нас тоже проводятся также в рамках нашей программы «Для женщин в Теркерском клубах». Это проект «Поверить снова». И там тренинговый курс, 12 встреч основных, различия между мужчиной и женщиной, 5 языков любви к детям, по горячиму, деньги хорошо влияют на женщин, здоровье. Ну, то есть, как пройти, кучи страха, ну, все моменты, да, то есть, такой вот очень крутой тренинг, где женщина раскрывается, проходят какие-то моменты. Вот это проводили в колонии. Видите, что у нас присутствует. «Домохозяйка-бати» — это проект, который у нас стартует летом, и мы проводим его во дворах. То есть, это бесплатные тренировки для женщин, вот именно женщины, женщины с детьми, которые находятся дома, и мы приглашаем их, и, ну, танцуем вместе с ними. То есть, девочки у нас в клубах приходят… А как собираете людей вот на такой? А выходим, выходят наши тренеры, выходят клиентки нашего клуба, и потом женщины уже один день пришли, видят, что-то здесь такое, говорится, подключается. Ну, конечно, это адаптированная программа пошагово, учит танцевать какие-то там зарядки, да, очень круто. Вы знаете, что женщины, они очень быстро разносят всё, что происходит в округе, поэтому… Так, и это акция «Моя страна» — благоустройство, упорка территорий, парков, то есть мы тоже всегда приветствуем все эти моменты, готовы выходить на улицу. Ну, это, кстати, не только, знаете, нас, как, допустим, нас, как команду, фиккёр, сообщество, это очень сближает и премьеров, и всех, кто на территории. Клиенты с нами выходят, потому что сейчас субботник уже не всех, он не везде, знаете, да, не во всех предприятиях, не везде проходит, поэтому с радостью включаются клиенты с нами. Это день донора, но день донора проходит во многих клубах, и в Москве тоже во многих клубах, мы вызываем донорские станции. Вот такая программа очень хорошая, сейчас есть возможность вызвать донорскую станцию в какое-то из помещений клуба, и у нас клиенты записываются, что, например, сто клиентов сдают, тренер, кровь для детей, онкобольных детей. То есть, потому что сейчас очень, вопрос этот серьезно стоит, мамы выходят на улицу для того, чтобы собрать, ну, пригласить людей, которые будут кровь для детей сдавать. Вот такой проект, он проходит раз в три месяца, чем это хорошо, что у нас в клубах их доноров мы встречаем, которые раньше там сдавали кровь, а сейчас они куда ездить не надо, потому что наши клубы, они стоят в спальных районах, и люди, которые когда-то приходили, сдавали кровь, ходили ездить в донорские станции, они могут приехать к нам. Ну, конечно, мы приглашаем всех желающих. Так это происходит, эти мужья тоже подключаются к этому. Это подарение будет прощество, тоже акция похожа на предыдущую для детей и субботники. И мы несем ответственность перед государством, перед мастерами, перед партнерами, перед своими сотрудниками, перед клиентами и перед обществом. Делайте то, что вы верите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok